МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. И начнем выпуск с главных спортивных событий. Сегодня на зимних Олимпийских играх будут разыграны 8 комплектов наград. Особую надежду белорусов связаны, конечно, с биатлоном. На старты выйдет четверка наших соотечественниц. Прямо из Сочи. За гонкой будет следить сотни журналистов и наш корреспондент Ольга Макей. Извините, в данный момент сюжет готовится к эфиру. И теперь к другим темам. Спецслужбы объединяются в борьбе с высокотехнологичным терроризмом. Пути решения этой проблемы попытаются найти эксперты стран СНГ, которые сегодня соберутся в Москве. Приглашена на встречу и делегация Комитета госбезопасности Беларуси. Помимо нас к диалогу приглашены еще 10 стран. В ходе международного форума специалисты обсудят вопросы сотрудничества в сфере противодействия терроризму при проведении массовых спортивных мероприятий. Совершенствование механизма межгосударственного розыска дадут оценку современным вызовам и угрозам. В числе других актуальных тем проведения в нынешнем году совместного антитеррористического учения государств-участников СНГ. Резонансный процесс близится к завершению. Сегодня суд огласит приговор по делу об убийстве руководителя Минского клуба лучников-любителей Анны Сердечкиной. В жестоком преступлении обвиняется ее бывший муж. Он полностью признал свою вину. Напомню, обвиняемый в ссоре сначала задушил экс-супругу, а затем ножом расчленил тело. Упокалывал в пластиковые пакеты и вынес из дома. Спустя сутки он написал заявление в милицию о пропаже своей бывшей жены, а позже сознался в совершении преступления. По результатам экспертизы мужчина был признан вменяемым. Белорусам на этой неделе синоптики обещают мартовскую погоду. Наша страна в ближайшие дни все еще будет находиться во власти Атлантического циклона. Температура на 5-10 градусов превысит климатическую норму, характерную для второй недели февраля. При этом определенный дискомфорт будут доставлять сырость, туманы, гололедица, а также мокрый снег и дождь. В связи с густыми туманами ГАИ призывает водителей быть предельно осторожными. Резкое снижение видимости в купе с обледеневшей проезжей частью создает серьезные трудности. На дорогах в таких условиях особое внимание при проезде пешеходных переходов. Людей в тумане практически не видно, особенно если они одеты в темную одежду. Также важно помнить, что туман скрадывает расстояние. В целом ГАИ просят водителей по возможности не рисковать и временно отказаться от использования личного транспорта. Гостям чемпионата мира по хоккею в Минске предложат экскурсии на арабском, китайском и японском языках. В целом презентовать туристические возможности Беларуси готовы более 230 гидов. Специально к спортивному первенству разработано более 40 туристических предложений. Кроме того, уже в ближайшее время пассажирам двухэтажного туристического автобуса, который курсирует по Минску, будут доступны аудиогиды на китайском. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефонам горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30.